Мурманск Мурманск утверждает, что Орка сама неоднократно нарушала условия соглашения и халатно относилась к своим прямым обязанностям. По сути, а за что платить? Вместо того, чтобы отстаивать свои права в суде, как это полагается законом, Орка Инвест решила перенести конфликт двух хозяйствующих субъектов в политическую плоскость. И более того, пойти практически на шантаж, жертвой которого стали обычные люди. Руководители компании отказались вывозить мусор из контейнеров во дворах, а также записали на видео своих сотрудников, которые в ролике обратились за помощью к президенту. И на записи сказали, что боятся остаться без зарплаты. В нашем специальном репортаже мы решили разобраться, что же происходит с мусорным бизнесом в Заполярье, а еще познакомить с основными действующими лицами и их криминальным прошлым. Мусор – это не только неопрятные дворы, обочины и тротуары, но и неплохой бизнес, а именно его вывоз на специально отведенные для этого площадки. Особенно неплохие дивиденды грязное дело начинает приносить, если особо ничего не вывозить. Собирай с населения плату, да перекладывай ответственность. Работа, в общем, не пыльная. Была бы голова на плечах, чтобы находить причины, по которым дворы утопают в отходах. И почему сделать с этим ничего нельзя? То машина сломалась, то водитель заболел. А то, что по городу летают целлофановые пакеты, а дворы наводнили крысы – не страшно. Можно сказать, форс-мажор. Все это наш канал показывал уже на протяжении нескольких лет. Год из года – зима то или лето. Во дворах грызуны, больные птицы. Значит, на это обратили надо особое внимание, естественно. Так было раньше по всему Мурманску. Тогда всем городским мусором единолично заведовала компания «Оркоинвест». Фирма занималась вывозом бытовых отходов. Она же управляла старой городской свалкой, на которой варовским способом закапывалось все собранное из городских контейнеров. И, кстати, не всегда закапывалось. Часто мусор просто валялся и с порывами ветра летал по окрестностям. Рекультивировать свалку планировалось еще в 2009 году. Она регулярно горела, а жители соседнего поселка Дровяное регулярно жаловались на кошмарную вонь, которую приносил ветер. С этого же времени правительство региона задумалось о строительстве полигона твердых бытовых отходов, где накапливать мусор можно было бы с меньшим вредом природе. Противником таких мер выступила именно организация «Оркоинвест». Причины объяснила российская газета. «Когда свалку обслуживает та же организация, которая вывозит туда твердые бытовые отходы, это выглядит подозрительно. На мусоросжигательном заводе мусор взвешивают на весах, а на свалке весов нет. И теоретически можно написать сколько угодно». Конец цитаты. Когда на одной чаше весов выгода, а на другой благополучие людей, сохранение природы, далеко не все поступают по совести. Удивительно, что даже несмотря на предписание прокуратуры, постоянные проверки и решения судов, свалка осталась на прежнем месте. И еще одна цитата. По иску природоохранного прокурора было вынесено решение суда. Фемида постановила на компанию «Оркоинвест» возложить обязанность оборудовать территорию хозяйственной зоны арендуемой части городской свалки твердых отходов бетонным или асфальтовым покрытием, легким ограждением. Оборудовать территорию арендуемой части городской свалки твердых бытовых отходов устройствами, предотвращающими попадание ливневых и талых вод с участков карт свалки на иные территории. Писали журналисты в 2014 году на сайте газеты «Московский комсомолец» в Мурманске. При этом отношение руководства компании к подобным предписаниям было однозначное. Так, например, бывшая в то время замдиректора Ольга Сорокина сообщала, что в прокуратуре просто заняться нечем. Они так баллы себе зарабатывают. А потом искала виновных в мусорном апокалипсисе в некоторых дворах Мурманска. Так, например, областная периодика зафиксировала следующий случай. Несколько недель отходы не вывозили с улицы Подстаницкого. Люди писали жалобы в прокуратуру, обращались к мусорщикам напрямую. Те лишь отписывались. Виноваты управляющие компании. Не платят деньги за мусор? С них и спрашивайте. В дело приходилось вмешиваться руководству города. Мы покажем фрагмент специального репортажа, который выходил в эфир на Арктик ТВ в 2013 году. Я провел переговоры с руководством Оркоинвестора. Значит, у Оркоинвестора была причина такая, что управляющие компании не платят. Проанализирована ситуация по задолженности управляющих компаний. Я вам скажу, что она не превышает текущие задолженности. Есть управляющие компании, я согласен, что у них задолженность превышает миллион рублей. У остальных порядка 500 рублей. То есть это не причина. В итоге Мурманск утонул в мусоре. А те, кто должен был этому противостоять, лишь рассказывали, почему не могут делать свою работу. Мы же все живем в этом городе. Мы прекрасно видели, что творилось. В Первомайском, Ленинском и других городах, когда днями, неделями не вывозились мусора. По той или иной причине. Машина сломалась, не приехала. Водителя нет. Или он Новый год отмечает. Или, самое банальное, просто она не может подъехать. Та технология, которая используется, не позволяет оперативно реагировать на все эти ситуации. Только с начала этого года у нас поступило 2207 жалоб от населения. Вы понимаете, что мы на каждую жалобу реагируем. Эта жалоба не просто такая. Там у меня бы не вывезли. Это люди присылают с фотографиями, с описаниями ситуаций, с количеством дней. И постоянно реагировать, это, наверное, неправильно. Необходимо так отладить схему, чтобы она работала практически как швейцарские часы. Я понимаю, что не может быть ничего совершенного. Отношение к работе спустя рукава объяснимо. Компания в прежние годы была практически монополистом в бизнесе. На том же поле с ними конкурировал только мурманский мусоросжигательный завод. Но его объемы оставались каплей в море заполярного мусора. Вот, например, выдержка из материала российской газеты за 2011 год. В Заполярье ежегодно образуется около 800 тысяч тонн бытовых отходов. Из них около 10% перерабатывает единственный в области мусоросжигательный завод. В регионе насчитывается 17 санкционированных свалок и более 40 несанкционированных. Объемы колоссальные, и большинство мусора попросту сваливалось на землю. В том числе на морально устаревшие свалки в Дровяном, управляла которой та же компания Оркоинвест. В 2016 году компанию даже заподозрили в картельном сговоре с другой структурой, управляющей компанией Центр обращения с отходами. Фирмы изначально были связаны и руководили ими фактически одни и те же люди. Для того, чтобы поддерживать видимость законности, они заявлялись на конкурс по вывозу мусора и завышали цену контракта, лишь изображая конкурентную борьбу. Если же в розыгрыше подряда хотела принять участие еще одна компания, стратегия поведения резко менялась. Фирмы начали активно сбивать цену и делали все, чтобы не пустить реальных конкурентов в дело. Эту же схему компании использовали и в 2018 году во время конкурса по отбору подрядчика на вывоз твердых бытовых и медицинских отходов из медучреждений. Но были уличены и оштрафованы. Оркоинвест обязали выплатить 3 миллиона рублей, а Центр обращения с отходами – 2. Кто же стоит за этими компаниями, которые, несмотря на неоднократные нарушения закона, и сегодня продолжают трудиться в сфере мусорного бизнеса? Сейчас в учредителях и директорах управляющей компании Центр обращения с отходами значится Андрей Кривошеев. Второе действующее лицо – нынешний директор Оркоинвеста Степан Тананыкин. Это в Мурманске личности известные, известные связями с криминальным миром и попыткой пройти во власть, видимо, чтобы там продавливать свои интересы. Тананыкин и Кривошеев по бизнесу были связаны с человеком по имени Андрей Горшков. Все СМИ в то время назвали его криминальным авторитетом, а сайт ВЕК писал, что это Пахан держит под контролем все рычаги управления регионом. Его фамилия известна также, как фамилия Жданова, который уже даже много позже 90-х и нулевых устраивал бандитские разборки и знаменит стрельбой в клубе Пурга. А тогда в бандитской среде было принято вести бизнес, а иногда и числится учредителем общественной организации. Мусор не единственный бизнес, по которому связаны Тананыкин и Горшков. Было и другое направление – лом металлов. И тут тоже Горшков и Тананыкин работали вместе. Один директор, второй зам. Вот только когда имя Горшкова связали с громким убийством в Мурманске, он покинул родину и поселился в Чехии. А бывшие партнеры Кривошеев и Тананыкин начали дружно лить грязь. Видимо, дружба и деловые отношения для этих товарищей имеют свою цену. Впрочем, это был не единственный компаньон, которого, говоря прямым языком, слил Тананыкин. Как будто люди для него ничто. Александр Аробий, бывший учредитель компании «Оркоинвест», вел бизнес, пока на свою беду не связался с Тананыкиным. Я расцениваю это просто обычный рейдерский захват предприятия. Человек, которого Александр Аробий назвал рейдером, в нашем специальном репортаже в 2013 году – Степан Тананыкин, бывший депутат городского совета. В 2010 году господин Тананыкин уже успел побывать главой Мурманска. Правда, совсем недолго. Уже спустя 4 месяца полномочия он с себя сложил, едва не допустив распуска горсовета из-за разбушевавшихся там политических скандалов. Обыски, разблочительные статьи по поводу создания фирмы «Однодневок» – во всем этом имя Тананыкина встречалось неоднократно. Опять какой-то криминал, как будто неаполитанская камора местного разлива. В Италии криминальные личности тоже поняли, что мусор – выгодное дело, если заботиться о своих карманах, а не о чистоте и экологии. И наряду с рейкетом и торговлей людьми и наркотиками мафия занялась утилизацией мусора. Кстати, камора – это целое государство в государстве, только со своими мафиозными порядками. Хорошо, что мы живем в правовом государстве, и бизнес, как бы он того ни хотел, должен действовать в рамках закона и выполнять свои обязательства. В 2019 году вывозом мусора в Заполярье стал заниматься региональный оператор управления отходами. Время местных монополистов прошло. Пришло время работать добросовестно или не браться за дело. Один цикл мы прошли. Сейчас на втором цикле мы уже, конечно, понимаем, что к чему. Кто работает хорошо, кто работает не очень хорошо, какая схема применима, какая нет. Здесь очень много нюансов. Ну, давайте вот, если уже плясать от печки, то как было раньше. Замечательная, великолепная, старейшая и прочая-прочая компания. Она работала здесь долго, упорно, хорошо. Она была фактически в городе мурманским монополистом. А почему она была монополистом? Потому что и занималась операционной деятельностью на той самой свалке с Дровяной. Ну и какие расходы? Ребят проехали здесь, отвезли на эту свалку. Там бульдозерис, шлагбаум и прочее-прочее. Хорошие были мусорные деньги? Все знают, что хорошие. И тут вдруг случилась реформа, которая не на уровне региона, ведь мы ее начали, правильно? Это в стране. И появился у нас построенный по концессии современный экотехнопарк, который сейчас собирает твердые коммунальные отходы со всей северной части Мурманской области. Это и Никель, Заполярный, Печенский район, это Мурманск, часть Кольского района. Ну, достаточно много все это дело происходит. А свалка в Дровяной у нас вообще уже не может существовать. Ее не должно быть. Ее нужно рекультивировать, разобрать и так далее. Это просто позарейщик какой-то. Понятно, что владельцы свалки и те, кто занимался, они не очень довольны, потому что они теряют свои доходы. И вот эта реакция, она вполне объяснима. Из полноправного мусорного короля Оркоинвест превратилась в одного из подрядчиков-оператора, сохранив, тем не менее, за собой огромную территорию работы. Руководство компании попробовало действовать по старой схеме, игнорируя прямые обязанности и нарушая тем самым параграфы заключенного контракта. Огромное количество жалоб от мурманчан ежемесячно поступало на горячую линию управления отходами. Те, в свою очередь, выставляли предписание подрядчику, заставляя его работать честно. Как и водится в нормальной рыночной экономике, за несделанную работу не заплатили. Это и послужило поводом к началу очередного мусорного скандала в городе. Руководство Оркоинвест в мае этого года заявило о предбанкротном состоянии компании, обвинило своего работодателя, управление отходами, в не выплатить денег за проделанную работу и предупредило о приостановке вывоза мусора в Мурманске. Мера эта якобы вынужденная. У компании нет денег оплачивать труд своих рабочих и заправлять мусоровозы. Однако региональный оператор уверен, деньги подрядчику не платят, потому что тот нарушает контракт и не выполняет свою работу. То есть платить не за что. Наглядный пример. 25 июня. Двор на Скальной. Зона ответственности Оркоинвест. Контейнерная площадка забита твердыми бытовыми отходами. Их не вывозят, жители жалуются. И это летом, когда количество мусора традиционно снижается. В итоге очередное предписание нерадивому подрядчику. Когда в вал идет жалоб, мы же адресуем жалобы им. И мы говорим, ребята, сделайте что-нибудь, реагируйте. Не должно все это дело проходить через нас. Выполняйте правильно, технологично свою работу. Ну, вот не получилось. У них не получилось, не смогли. Это я не скажу, что решение было принято спонтанно или тому. Вот с завтрашнего дня мы все делаем. Нет. Для нас, для управления отходом, это тоже, конечно, лишняя забота. Ну, не лишняя, а дополнительная, скажем, забота. Мы должны заботиться о том, чтобы было чисто. Так за что же платить деньги компании, которая просто не хочет работать? Уставший от постоянной войны собственным подрядчиком региональный оператор попросту решил контракт с Оркоинвест расторгнуть. Шантаж не помог. Теперь часть контейнерных площадок города управления отходами будет обслуживать своими силами. Для этого у Екатеринбургской компании купили современные мусоровозы. А с ними прибыли и инструкторы, которые научат мурманских водителей работать с новой техникой. Ну, водители приходят на работу устраиваться. То есть мы их стажируем, показываем, объясняем. На водителей, как правило, приходит уже С-категория грузовая, то есть с опытом, с водительским. Наша задача их обучить ездить по дворам и обращаться с установками. Техника вся импортная. В управлении, как на легковой машине. Тем более, если водители работали на отечественном автопроме, ничего не хочу сказать плохого про отечественный автопром. Но, тем не менее, импортная техника, она классно лучше гораздо, то есть несколько раз. Поменяли и схему работы. Теперь в кабине мусоровоза будут ездить по два человека. Помимо водителя на линию выходит подборщик. Это человек, который помогает подкатывать к мусоровозу новые мусорные контейнеры и грузить твердые бытовые отходы. Да и контейнеры поменяли тоже. Пока первую тысячу контейнеров. Но это только начало. Обращение с ТКО – один из тех вопросов, которые находятся постоянно в центре внимания жителей нашего города-героя. Постоянно они жалуются, и это абсолютно правильно. Я считаю, что мурманчане должны обращать внимание на чистоту нашего города. Кроме тысячи контейнеров появилось 8 новых единиц техники. Это тоже здорово, потому что старый мусоровоз ломается чаще, новый мусоровоз, соответственно, пока ломаться не будет. Это абсолютно точно. Что касается обновления парка техники и контейнера парка, городская администрация всегда говорила о том, что нам необходимо иметь четкий график, когда будут новые контейнеры, когда будет меняться техника. И вот сейчас региональный оператор привлек новую ввозящую компанию, нового подрядчика. Еще раз подчеркну, что отношения регионального оператора с Министерством энергетики ЖКХ, они не из города. А с ввозящей компанией вообще нет никаких договорных отношений. Поэтому мы спрашиваем вместе с правительством области, с регионального оператора. Мы спрашиваем за своевременность, за качество, за чистоту. Поэтому то, что я сейчас вижу, те изменения, которые сейчас происходят в Первомайском округе, это действительно позитивные изменения. Также люди, вывозящие мусор, будут сами следить за чистотой контейнерных площадок. Я, например, подборщик, я помогаю с контейнерами, убираю площадку. Ну, если крупный, негабаритный мусор, вдвоем, допустим, поднимать его, втроем, тогда так, если. Вакансии в службе управления отходами есть, людей набирают на работу. Правда, вот идут туда пока люди, ранее с этой сферой не связанные вообще. А вот опытных готовы забрать с руками и ногами. Так что попытка рассказать, что водители лишают работы, судя по всему, просто обычная манипуляция со стороны руководства Оркоинвест. Ведь жалобы на сокращение доходов руководства компании, откликов простых мурманчанах, наверняка не вызовут. Поэтому бывшие мусорные короли, едва не устроившие в городе катастрофу, нагло прячутся за спинами обычных работяг. Ведь спор хозяйствующих субъектов, чем и является эта обычная, по сути, ситуация, всегда решается в суде. И если руководители компании-подрядчика уверены в своей правоте, действия управления отходами они всегда могут оспорить в арбитраже. А если в суд не идут, а рассыпают по соцсетям ролики, значит на деле показать нечего. А вот копаться в мурманском мусоре – это совсем не уровень президента, и даже не губернатора. Хотя он и проводит постоянные рейды по городским дворам. Но вся эта система должна и так работать, без спинка, со стороны власти. На мой взгляд, просто некрасивая история. И когда люди решают свои хозяйственные вопросы и втягивают в эту историю простых работяг, заставляют их или уговаривают их, убеждают их выступить с обращениями, я не знаю, президенту, губернатору, кому угодно, выступать. И говорят, вот нас, ну на самом деле вас обманывают. Вы, прежде чем принимать участие в этих флешмогах, акциях, сравните свою зарплату, свои доходы с зарплатой и с доходами владельцев вашей фирмы. На каком автомобиле вы ездите или на каким общественном автомобиле, и как ездят они. Вот посмотрите, и тогда вы поймете, за что бьются они, за что заставляют биться вас. Кроме того, мы же прекрасно понимаем, что вот эти все инсунации, приедут москвички, ну кто поедет из Москвы заниматься, вывозить мусор на грузовике вот сюда, в Мурманск. Ну эта ситуация просто нереальна. Вакансии управления отходами есть и уже размещены в интернете. Зарплата достойная – 3,5 тысячи рублей за смену. В месяц 15 смен. Итого 52,5 тысячи рублей на руки. Более того, набирают не только водителей, но и обеспечивающий персонал. Например, диспетчеров и механиков. И люди охотно идут. Уже обучены и приступили к работе 10 человек. Более того, водители тяжелой техники нужны и в другие компании. Чтобы понять, как обстоят дела на рынке труда, мы поговорили с сотрудниками одной из строительных фирм. У компании своя техника – грейдеры, самосвалы, трактора. И водителям требуется постоянно. Тем более, что опытные и ответственные работники – товар штучный. Рынок не перенасыщен и даже наоборот. У работодателя зачастую возникают проблемы с набором персонала. Поэтому брать приходится людей с улицы, без соответствующего опыта, а затем обучать. Людей берем почти постоянно, потому что очень мало хороших квалифицированных кадров. Поэтому водители, особенно профессиональные, всегда требуются, всегда готовы взять. Это вообще без проблем. Зарплата всегда у нас. Все очень хороший коллектив, дружный. Так что всегда ждем. Если действительно водитель хороший, он всегда найдет работу. Насколько я знаю, нам требуется управление дорожного хозяйства. Насколько я знаю, постоянно требуются водители, машинисты дорожно-транспортных машин. Им всегда требуются, но требуются именно хорошие специалисты. А хорошие специалисты-то как? Ну, чтобы не было тяги к спиртному, не было прогулов, чтобы было хорошее, ответственное отношение к работе. Ответственно подходить к поставленной задаче. Требование не самое жесткое. У опытных водителей из Оркоинвест с его выполнением вопросов быть не должно. Ведь в безответственности компании виноваты не работяги. Они едут, куда скажут, а решения принимаются в офисах руководителей. И эти решения, прятаться за водителей, шантажировать власть и оставлять в городе бардак, вряд ли смогут быть решениями компании, которая хочет работать всерьез и надолго. Скорее, это решения временщиков, которые хотят побольше отхватить. Только плохо, когда страдают люди, мурманчане. Северяне, которым и так не хватает ярких красок и ярких солнечных лучей, вынуждены вместо цветов нашего недолгого лета фотографировать кучи отходов, вываливающихся из мусорки. Этому надо положить конец. Продолжение следует...